Если вы искали лечение рака, то по всей вероятности эта беда коснулась вас или ваших близких. Информация в этом видео позволит повысить эффективность любого, подчеркиваю, любого способа реального лечения рака. Не важно, выбрали ли вы для этого средства народной медицины, хотите полечить рак перекисью водорода, содой, керосином, травами лекарствами, чистотелом, например. Или выбрали ли вы официальную медицину и хотите провести химиотерапию, облучение, операцию. Любой способ лечения рака, его эффективность можно повысить, если понимать основу, суть процесса. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете особенности здорового образа жизни, которые снижают количество онкоклеток, появляющихся в вашем организме ежедневно. Также вы узнаете особенности образа жизни, которые снижают темп развития злокачественных опухолей, где бы они не возникли и на какой бы стадии их не нашли. Также вы узнаете, как по особенностям образа жизни провести профилактику, ну или раннюю диагностику онкологии. Это тоже очень важно, потому что смертность от онкологии, как вы понимаете, она отличается от стадии, на которой она была выявлена. И также, как уменьшить, а может быть и убрать полностью, хотя полностью вряд ли это получится, болевую точку в онкологии, уменьшить, детскую онкологию. Для того, чтобы понимать, что такое рак, как он возникает и почему это такая опасная ситуация, почему очень сложно оттуда выйти, нужно понимать основы, что такое онкоклетка. Это обычная клетка в вашем организме, которая отличается от части других клеток. Одним у нее есть ядро, в ядре есть гены, есть хромосомы. И один из генов так и называют онкоген. Он отличает за одно, за деление клеток. И если по каким-то причинам онкоген включился, и клетка перешла на путь безостановочного деления, да, со временем может возникнуть онкология. Почему со временем? Да все очень просто. Если посчитать статистику, для одной злокачественной опухоли нужно, чтобы в одном месте образовалось 30-40 злокачественных клеток. В организме самого здорового и самого больного человека, с первого до последнего дня его жизни, ежедневно образуется 10-15 тысяч онкоклеток. То есть каждый день у каждого человека образуются сотни злокачественных опухолей. Органов не хватит, чтобы вместить все эти опухоли. Почему не диагностируется онкология просто у всех поголовных, начиная от рождения? Да просто потому, что есть иммунная система, которая при хорошем ее обеспечении контролирует этот процесс и своевременно уничтожает злокачественные клетки. И в этой ситуации в онкологии важно две составляющие. Первая, это то, что стимулирует переход обычных клеток в злокачественные. И вторая, это контролирующая функция иммунной системы. Если иммунная система чуть сильнее, чем процесс образования онкоклеток, вы никогда не заболеете раком. Если вы какими-то путями подавили свою иммунную систему, или, не дай бог, спровоцировали ускоренное развитие онкоклеток, со временем онкология будет вашим диагнозом. Поэтому важно понимать, что существуют фактически десятки теорий развития онкологии. И они основываются фактически на этих двух вещах. Что усиливает канцерогенез? Да, конечно, канцерогены. Канцер, рак, генезис вызывающий. То есть вещества, которые вызывают злокачественные клетки. Усиленное их развитие, усиленное их размножение. А какого природа эти вещества? Да, разной. Куча канцерогенов синтетических. Некоторые препараты синтетически вызывают образование злокачественных клеток, ускоряют их образование, испытывают вашу иммунную систему. Часть канцерогенов производят вирусы. Ну, например, папиломовирус и эрозия шейки матки. Это практически равно рак шейки матки. Есть бактерии, которые тоже вызывают своими токсинами изменение злокачественных клеток. Превращение их в злокачественные обычные клетки. И иммунная система может когда-то не выдержать. Есть паразиты, которые тоже этому способствуют. Например, шистосома, она свои яйца, ее яйца выделяются через мочевой пузырь, вызывают рак мочевого пузыря. А кошачий двуусков, нередкий достаточно паразит, который переносится через плохо термически обработанную рыбу, очень любит паразитировать в печени и подзалучшем железе и вызывать рак печени или рак подзалучшем железе. Это известные вещи. Просто вот такие вещества, они выделяются. Поэтому понятно, что нужно делать. Нужно правильно поддерживать свой организм, нужно правильно очищать свой организм. Для того, чтобы иммунная система хорошо работала, мы тоже должны понимать, работа иммунной системы это выработка различных белков. Будь то интерферон, который отмечает онкоклетки, он просто прилипает к ним. Будь то белки и ферменты, которые находятся в иммунной клетке, которые по интерферону находят измененную клетку и съедают ее просто. Да, и приятного ей аппетита. Если вы правильно обеспечили белковым питанием свой организм. Если вы знаете, что это такое. И в этом процессе очень важный, пожалуй, самый важный фактор. Я когда-то назвал рак психосоматическими заболеваниями. Раковые заболевания относятся к психосоматике. Потому что то, что я вам говорил, это соматика. А есть еще психика, есть стресс. Если у вас, ваша реакция на внешние какие-то раздражители. Если она была чрезмерна, для вашей иммунной системы, иммунная система подавилась. И самый маломальский активный канцероген способствует образованию онкоклеток. А иммунная система не видит, потому что стресс подавляет активность иммунной системы. В стрессе активность иммунной системы не нужна. И не важно, не нужно сегодня, побывав в стрессе, завтра же бежать к онкологу на проверку. Вам скорее нужно не к онкологу, а к кардиологу. Потому что острый стресс убивает через увеличение вязкости крови. Через острую сердечную недостаточность. Это быстро. А онкология это медленный стресс. Это стресс, который действует годами. Действие которого проявляется спустя годы или десятилетия. И когда люди сегодня диагностируют себе онкологию, посчитайте 10-12 лет назад, как вы себя вели. Какой образ жизни у вас был. Насколько он у вас был, скажем так, несбалансированным в эмоциональном плане. Потому что стресс это номер один по подавлению иммунной системы. Это, кстати, хорошо описано в моей книге. Рак, ранняя диагностика и профилактика. Также очень важно понимать, что как в развитии, как в возникновении онкологии, так и в ее лечении нужно правильно относиться, правильно работать головой. Правильно обращаться с эмоциями. Если вы продолжаете находиться в стрессе, я вас уверяю, ни из какой онкологии вы не выйдете. Потому что продолжая подавлять свою иммунную систему, вы проверяете фактически свой организм на прочность. И неважно, на первой стадии, на второй, на третьей, на четвертой вам выявили онкологию. Стресс, хронический стресс не даст возможности вашей иммунной системе эффективно контролировать онкоклетки. Есть статистика, увы, первая стадия онкологии, казалось бы, все убрали, нигде ничего не осталось. А продолжая подавлять иммунную систему, человек доказывает, 5% доказывает, что рак неизлечим. Да. Вместе с тем, на четвертой стадии онкологии, когда все уже сказали нет, если человек понимает, что ему нужно делать и выходит из состояния стресса, не показушно, а реально. То есть не показывать нужно, я спокоен, а быть спокойным. Знаете, быть и казаться это две большие разницы, как говорят в Одессе. Если человек реально успокаивается, реально понимает, что стресс привел его к определенному диагнозу, то попрощавшись стрессом, 5% людей с четвертой стадии прощаются из диагноза. Они выздоравливают. С точки зрения официальной медицины это непонятно, а с точки зрения стресса очень даже понятно. Второй фактор, который, я бы сказал, помогает в профилактике и в лечении онкологии, это движение, двигательная активность. Но, тут очень важно понимать, как правильно сочетать движение и правильное питание. Только вы двигательную активность включили, у вас мышцы, да, активируют кровообращение, обеспечивают питанием весь ваш организм, но съедают белки. Если вы не сбалансировали питание по белкам, возникает проблема, вы обкрадываете свою иммунную систему. И важно знать, как правильно обеспечить движение белков, какие белки правильно вводить в свой организм. На эту тему я написал книжку, она основана на правильном питании, потому что работа печени зависит от правильного питания. И только в содружестве с правильным питанием и хорошей работой печени, можно обеспечить ваш организм, в том числе и иммунную систему, теми самыми полезными веществами, которые нужны белками, аминокислотами. Тогда активность иммунной системы будет максимально высока, ну и вероятность негативного развития онкологии минимальна. Также важно понимать, что различные вредные привычки, в том числе и экология, непонимание, как правильно жить в экологически неблагоприятных условиях, тоже повышают вероятность развития онкоклета. Хотя во вредные привычки можно отнести и неправильное реагирование на окружающую среду. Кстати, в книжке по онкологии, рак, профилактика, ранняя диагностика есть очень интересный тест, пройдя который вы можете сами для себя понять практически срез вашего образа жизни. Склонны вы к онкологии или не склонны? Также пройдя этот тест на уровне уже имеющейся диагностики, вы получите ответ, можете вы выйти из онкологии или не можете выйти. Больше того, вы получите, пройдя тест, вы увидите различные факторы. Вы увидите выход из онкологии, что вы можете изменить легко и просто, чтобы выйти из этой неприятной ситуации. Или что вы можете изменить, чтобы не попасть, если вы диагноз не знаете и хотите заняться профилактикой. А каким способом вы на этом фоне будете проводить лечение? Вы знаете, это несущественно, это ваш выбор. Еще раз объясню, народная медицина или официальная, у каждой выбирают для себя, но, пока вы не обеспечили на метаболическом уровне свою иммунную систему, пока вы не очистили свой организм правильно, не экстремально, а именно правильно, нужно проводить очищение вашего организма. Вероятность развития онкологии и негативный исход, они максимальны. Что такое детская онкология? Вы знаете, это очень болезненная точка. И, к сожалению, может быть, я уже когда-то говорил об этом, может быть, повторюсь. Очень важно, чтобы уменьшить детскую онкологию, правильно готовиться к беременности. К сожалению, подготовка к беременности сегодня напоминает два приклопа, три притопа. Готовят не к беременности, готовят к родам. А нужно готовиться к беременности. Как минимум полгода, не менее полугода нужно готовиться к беременности по той простой причине, что как только оплодотворяется яйцеклетка сперматозоидом, скорость обмена веществ в десятки, а может быть и в сотни раз выше, чем в организме мамы. И оплодотворенная яйцеклетка начинает как пылесос вытягивать из организма мамы не только полезные вещества, но и находящиеся в ее кровеносном русле различные токсины, а может быть и канцероген. Ведь мама должна не просто бросить курить за полгода до зачатия и не находиться в прокуренном помещении в это время. Мама должна еще вычистить свой организм от тех компонентов, допустим, табачного дыма, которые так или иначе попадали разными путями в ее организм. От тех продуктов питания, которые она кушала по разным поводам, да, я понимаю, вкусно съесть колбаску, вкусно съесть какие-то, скажем так, приготовленные с помощью химических веществ продукты питания. Натуральные продукты, они вроде как невкусные, хотя вы знаете, столько специи и пряностей, что вкусовые рецепторы просто у них глаза на выкате, когда они видят такое многообразие, только давай. Ну, и проще дать нечто другое, проще дать астрономический мусор. И вы знаете, можно было бы, можно, конечно, со мной спорить, что детская онкология, она просто возникла вот так вот, сверху упала. Но вы знаете, статистика она упрямая вещь. Для того, чтобы онкоклетки развились и появилась заказченная опухоль, все-таки нужно время. Одну онкоклетку не увидит ни одна система. Когда она завтра превратится в две онкоклетки, их тоже ни одна система не увидит. Когда пройдут месяцы и годы, для того, чтобы появился шарик размером полсантиметра, который доступен современным системам диагностики, проходит 8, 10, 12 лет. А знаете пик детской онкологии где? Вы не поверите. Если мы посмотрим дату рождения, то пик детской онкологии, это 4-6 лет. Он значительно раньше возникает, чем должен возникать, если понять, что онкология развивается, что объем клеток увеличивается в определенной прогрессии. Но для того, чтобы мы увидели этот конгломерат клеток, должно пройти определенное время. И с этой точки зрения очень понятна ситуация, когда детская онкология к половому созреванию 12-13 годам практически уходит в ноль. Вот этот пик, это, увы, это те канцерогены, которые ребенок вытащил из мамы. Именно потому народная медицина и говорит, что да, во время беременности женщина омолаживается, очищается. Вопрос, за счет чего? Или за счет кого? За счет того, что ребенок вытягивает из нее всю эту гадость. Да, он спасает маму от онкологии. Но мама могла бы спасти жизнь ребенку, если бы подумала, что делать не в то время, когда у мамы произошла фактически задержка месячных, а за полгода до оплодотворения. То есть запланировать беременность, подготовиться к ней. Вот тогда вот этот холмик, он исчезает. Потому что детская онкология в этом случае развиться не может. Организм мамы чист. Мама не может отдать ребенку вместе с полезными веществами еще и свои канцерогены. А дальше все просто. С периода полового созревания, где онкология практически уходит в ноль, идет удвоение каждые 5 лет частоты развития онкологии. И до бесконечности. Именно потому возраст преклонный, возраст после 50-60 лет считается онкологическим. Да, потому что вероятность развития ошибок с возрастом нарастает. Потому что сила иммунной системы с возрастом снижается. Потому что сила печени с возрастом снижается. Поэтому и препараты, их дозы людям после 60 лет уменьшают вдвое. Потому что понимаешь, что метаболическая сила печени в этом случае резко снижена. И при приеме той же дозы препарата, которую этот человек мог принять там лет 30-40, при приеме той же дозы возникнут токсические осложнения. Поэтому доза уменьшается в 2 раза. И все понятно. В Королевстве Датской. Что делать? Думаю, что я вам дал достаточное количество информации для того, чтобы вы понимали, что онкология это не приговор. Это руководство к действию. И действия нужно совершать в правильном направлении в соответствии с той стадией, которую вы выбрали. Если первые стадии онкологии, ну скорее всего, самый эффективный способ лечения это все-таки оперативное лечение. Может быть с химиотерапией, может с облучением, для того, чтобы вас подстраховать от осложнений, от метастазирования. Но это, пожалуй, самый мощный способ лечения на этих стадиях. Третья стадия. Скорее всего, что там самые эффективные это все-таки химиотерапия, это облучение. К сожалению, многие дотягивают до четвертой стадии, когда эффективность официальных систем оздоровления, официальных систем лечения, она резко снижается. Тут начинается шарахание со стороны в сторону, бросаются в различные способы, средства лечения. Но я надеюсь, что я вам дал полную информацию, которая позволит вам понимать, что онкология все-таки это процесс и введение различных компонентов в ваш образ жизни должно способствовать тому, что ваша иммунная система должна работать, она должна быть сытой. Не только белками, но и онкоклетками, которые она будет спокойно в этом случае уничтожать. А организм максимально чист, что ему проще было справляться и с канцерогенами, и с другими токсинами, что иммунной системе приходится бороться не только с онкоклетками, а с бактериями, с вирусами, с другими патогенами. Важно это понимать как систему, а не как единичный случай. Тогда ваша жизнь будет спокойнее и дольше. А вероятность развития онкологии минимальна. Выход из онкологии максимально возможен. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и до новых встреч на моем канале. Если вам это видео понравилось, не забудьте поставить на него лайк, отправить своим друзьям и знакомым ссылочку на него. Ну а я буду его заканчивать с привычными вам словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и подумаю, что еще написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Вау! До новых встреч!